Добрый день! В эфире студенческое телевидение Сибгути. И сразу о главном. Студенческий профсоюз Сибгути проводит сбор детских книг и игрушек в рамках благотворительной акции «Помощь детям детских домов». Игрушки и книги вы можете приносить в комнату 313 корпуса общежития до 7 октября. 25 сентября в клубе «Отдых» прошла вечеринка, посвященная Дню первокурсника. О том, как это было, в нашем следующем сюжете. Привет всем! Мы находимся в самом большом клубе города Новосибирска, клубе «Отдых». И сегодня здесь состоится посвящение первокурсников-студентов. В сравнении с вечеринками прошлых лет, это мероприятие предполагало быть намного масштабнее, интереснее и ярче. Вообще мы пришли совсем недавно, но эфория, эмоции, они в воздухе, они мелькают. И я думаю, что вечер будет просто супер! Посмотрим, на что способен наш клуб «Отдых». Не знаю. В общем, нормально все! И хотя первокурсников не обливали водой, не обсыпали мукой и не производили никаких ритуалов, председатель студенческого профсоюза колодичок Артем посвятил первокурсников-студентов клятвы, которые они произносили вместе. После чего Артем поделился своими впечатлениями. Сегодняшний вечер просто мега зажигательный, превосходный. Это можно видеть по тому количеству народу, который сейчас здесь. Сами посмотрите, музыка, азарт, веселое настроение. Все просто замечательно. Большое спасибо всем организаторам и всем тем, кто помог в организации. Организаторы вечеринки постарались на славу. На вечеринке присутствовали не только виновники торжества первокурсников, но и их старшие товарищи, кураторы, а также преподаватели. На посвящение пришли огульник Владимир Игоревич, шушарин Николай Александрович, а также самый популярный фооректор с пути Ситников Сергей Георгиевич. Сегодня, конечно же, поздравляю старшекурсников, которые здесь присутствуют. И желаю всем и первокурсникам, и старшекурсникам в ближайшую сессию. В ближайшую сессию захочем только на отлично. Чтобы после первой сессии, кто встретится вот там, где-то, или здесь, или в другом месте, и побывайте дискотеки. Побравляю вас. Всего вам самого лучшего. Отпыхайте. Программа проходила при участии команд КВН «Смешные люди». Ведущий вечер МС Шарик разжигала за своими оригинальными конкурсами. Но гвоздем программы стал самым популярным диджей Новосибирска, диджей Бегалат. Без казусов все-таки не обошлось. Судя по тому, какой ажиотаж вызвал отсутствие билетов за день до вечеринки, желающих попасть на мегапати оказалось довольно-таки много. Один из них даже предпринял отчаянную попытку пробраться в клуб без билета и даже минуя страж порядка. Молодой человек оказался очень оригинальным и запитательным. Он попытался пролезть по вентиляционной трубе, но труба, к его, к сожалению, не оправдала надежд и обвалилась, не выдержав вес. Этот инцидент произошел в баре на втором этаже. Нашу съемочную группу попросили удалиться, но, судя по словам очевидцев, обошлось без жертв и выглядело довольно-таки забавно. Несмотря на мелкие личные недовольства и упреки в сторону организаторов, в студенческой среде еще долго будет актуальна тема «День первокурсника в отдыхе». Ведь наверняка у каждого остались кучи впечатлений и заряд бодрости до следующей вечеринки. С вами зажигали Суранова Мария и Дроздов Стас. Студенческий профсоюз Сибгути объявляет конкурс дизайнеров. Лучшее оформление футболок, ручек, календарей с использованием символики Сибгути. Желающих принять участие ждем в комнате 313 корпуса общежития. Победители будут награждены ценными призами. Всю прошлую неделю актовый зал Сибгути принимал первокурсников. Студенческий клуб Сибгути устроил концерты посвящения. Подробности в следующем сюжете. Студ-клуб. Ни один концерт, ни один из знаменательных фестивалей не проходит без их участия и поддержки. Откуда же Студ-клуб черпает новые хилы? Здесь каждым годом выпускают талантливые певцы и выдающиеся танцоры. Ответ прост. Первокурсники. Из года в год Студ-клуб устраивает концерты для первокурсников. Последние же в свою очередь выступают с ответным словом. Именно таким образом проходит ненавязчивый отбор. Одновременно Студ-клуб информирует первокурсников о проделанной работе и о планах на текущий год. Рассказывает о дружном коллективе и принимает все желающие в своей ряды. Юрий Николаевич Ягодин, дневменный директор студенческого клуба, поведал нам свое мнение об уже прошедших концертах, спикетах МЭС, ИВТ и ГУМФА. То, что это первый сегодня день, который мы начали проводить встречу с первым курсом, первовкусный фестиваль, конкурс, и даже не конкурс, а это как бы рекламный ролик нашего клуба. Потому что так просто студентам, когда скажешь, как на Востоке говорят, сто раз скажешь «сахар», а то слаще не станет. Лучше показать, чтобы они посмотрели, и ответная реакция их, чтобы они что-то сделали сами. Показать их потенциал, возможности. Вот есть такое слово «гармония». Я посмотрел рекламный проспект нашего вуза, где каждый факультет говорит о своем факультете. И вот мне понравился единственный факультет, к сожалению, только факультет ИВТ, где говорится не только о специальности студента и о перспективах его становления и профессии будущей, и о том, что есть клуб, есть самодетность, есть спорт. На других факультетах я этого не прочитал и не заметил. И отношения факультета ИВТ пока что, вот мы посмотрели три группы, три факультета, это МЭС, но там печально, конечно, из 8-9 групп выступало всего три. Потом выступили так, ну, хорошие звезды, потенциальные ребята. Один хорошо играет на гитаре, второй поет хорошо. Первый номер неудачный, с элементами пошлости, но мальчики еще пока со школьной скамьи, неизвестно, где они учились в такой школе, поэтому уровень культуры пока еще осталось желать лучшего. Но надеюсь, что на будущем, если 5 лет будут там заниматься, они будут хорошие, нормальные культурные специалисты. И наша работа, я считаю, заключается в том, чтобы студент, который приходит в институт, набрался в хорошем смысле культуры и манеры поведения. Ведь мы изучаем помимо, допустим, наших коллективов и эстрадную музыку, и джазовую, и классику. И ребята уже, прикрасываясь к этому, начинают ходить, интересоваться в театры. И выходит, у нас, вот кто занимается 5 лет, я не знаю ни одного, чтобы защитился на четверку хотя бы, в основном 5-го же защищаются ребята. Потом они с благодарностью приходят к нам, мне даже приятно, что они говорят, мы первым делом приходим в клуб, товарищи деканами, я прошу прощения, а потом уже идут на факультеты. Это культурно образованные люди, это у нас занимались Витя Игнатов, наш бывший студент, сенатор в КВН занимался. У нас занимался Леня Проборов, ведущий 11-го канала. У нас занимался Шушарин Эдик, это племянник Николая Александровича нашего. Он сейчас работает в телерадиокомпании. То есть, кто у нас, Дима Левин, бывший генеральный директор Сибирского Системы 900. То есть, наши все выпускники, клуба я имею в виду, хорошие ребята. Я надеюсь, что кто еще к нам будет проходить, мы их всегда рады встретить, мы им поможем со своей стороны стать лучше, чище и культурнее. Вот и все. Остается только надеяться, что остальные факультеты все-таки проведутся в студклубах, и все таланты не останутся в стороне, а будут заниматься в дружном и перспективном коллективе. Суранова Мария Тинькофф и Гор, студенческая телевидность в Пути. С 1 октября 2005 года объявляется конкурс на лучшую группу. Конкурс проводится только среди групп первого курса. Критериями оценки рейтинга являются академическая успеваемость, участие в научно-исследовательской работе, участие во внеучебной работе, общественная активность, правонарушения. Победители конкурса объявляются 1 февраля 2006 года и будут награждены ценными призами. Через несколько секунд вы увидите отрывок из концерта студклуба. А я с вами прощаюсь. На сегодня все. С вами была Суранова Мария. До встречи. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И его изменеет московским полком нерасимый свет. Он не здоров, но в небе, и его изменеет московским полком нерасимый свет. Субтитры подогнал «Симон»!